Свои разработки технологий в Новокуднецк привезли десятки российских и зарубежных фирм, а точнее 550 участников из 24 стран мира. Приехали представители из Польши, Чехии, Германии. В числе постоянных участников Сибдамиль, компания СОЯ Кузбасс. Электродвигатели, электроподстанции, пускатели, аппаратура автоматизации конвейерных линий, которые выпускают предприятие, вызывают большой интерес у посетителей форума. Есть и несколько новых разработок. В связи с событиями на Украине, вы знаете, дефицит в электродвигателях очень сильно обозначенный. И партнеры проявляют интерес именно по линейке электродвигателей. Также пусковая аппаратура, которая на сегодняшний день, заразвещенные пускатели. Мы представили опытный образец с микропроцессорной защитой уже пускателей, с возможностью вывода информации, управления по и телеметрии. То, что на сегодняшний день, я считаю, наиболее востребовано. Для угольных предприятий. У нас представлена экспозиция. Это электродвигатель, взрывозащищенный, исполнение IP68, с возможностью работы при погружении до метра в воде. И магнитный сепаратор, это новинка, тоже взрывозащищенный, который позволяет снимать металлические изделия с ленточных конвейеров непосредственно в шахте. Образцы техники выставлены на все территории павильонов. Потенциальным покупателям предлагается своими глазами увидеть лучшие образцы оборудования для угледобывающих промышленности. Проходческая техника Копейского завода хорошо знакома в компании «Соя Кузбасс». На комбайнах КП-21 проходчики установили несколько российских рекордов по подготовке очистного фронта. Теперь у копейцев появилась модернизированная модель популярного комбайна. В этом году мы привезли на выставку комбайн КП-21-150К. Это комбайн с мощностью исполнительного органа 150 кВт и с стреловой коронкой. То есть два года назад мы привозили комбайн КП-150 с барабанного типа коронкой, с исполнительного органа. В этом году привезли исполнительный орган коронка, то есть с стреловой осевой коронкой. Один из основных моментов ярмарки – не только современная техника, но и безопасность на угледобывающих предприятиях. Вот такая цифровая система комплексного управления лавой для всех машин и устройств, участвующих в подземной выемке угля, уже в ближайшее время заработает на шахте «Полысаевская» компании «Соя Кузбасс». Новое поколение – наше прибор управления ПМ-32, что они там с большой скорость передачи данных, что там можно тоже привезти данные от камеры совсем на горах и на управлении лавой, на управлении комбайн. Вот это специально для вот этих условий «Полысаевская». В принципе, вот эта аппаратура – это унизальная. Можно использовать тоже на большие пласта, можно использовать тоже на вот эти тоники пласта. И мы можем адаптировать датчики, например, вот эти светильники, мультидатчиков. Можно адаптировать конкретные условия вот этого шахта, вот этого лава, вот этого пласта. Благодаря новым цифровым технологиям процесс добычи от выемки угля до угольного склада может со временем стать полностью автоматическим, без участия человека. В рамках угольного форума также пройдут круглые столы и научные конференции. Это одно из традиционных направлений работы ярмарки. До пятницы Новокузнецк будет считаться столицей угольной жизни России. Продолжение следует...